42 километра за несколько часов достойный результат. Первой среди девушек к финишу пришла Ирина Малкова из Кургана. Ирина с детства занимается легкой атлетикой. Говорит, узнав про возможность поучаствовать в забеге, сразу решила приехать. Спортсменка не пропускает ни одного марафона, способна пробежать дистанцию в 100 километров. В принципе, погода марафонская, беговая трасса тоже нормальная, но последняя горка на Новосадовой, конечно, убивала по ногам. Так было все прекрасно. Космический марафон прошел в Самаре в четвертый раз. Легкоатлеты преодолевали дистанции 3,10, 21,42 километра. Для тех, кто показал на лучший результат, подготовили денежные призы и кубки. Вручать их призерам приехала глава города Елена Лапушкина. Не забыли организаторы и о мерах предосторожности. По согласованию с Роспотребнадзором, каждая дистанция пробегалась в разное время, чтобы не допускать скопления людей на старте. Атмосфера праздничной, да, в количестве, конечно, мы немножко потеряли. В прошлом году было 3,5 тысяч человек, но здесь мы установили специальный лимит, выше которого мы не смогли подняться. Поэтому я думаю, что благодаря администрации городского округа Самары, наших партнеров, спонсоров, мы продолжим это дело и в следующем году будет еще больше. Ой, здорово. Эмоции переполняют. После карантина такое мероприятие классное. Всего в этом году пробежать по Самарской набережной приехали свыше двух тысяч любителей спорта со всей России. Без медали не остался ни один участник космического марафона. Мэри Илчан, Константин Головин. События.